Всем привет дорогие друзья! Не успел я сделать видео про хазбика, так тут же узнал, что Емельяненко снова появился в медиа пространстве. Такое событие уж точно не стоит пропускать, потому что рубрика о похождениях пьяного мастера самая популярная на этом канале. Вышел уже многосерийный сериал на 4 сезона и для многих смотреть подобное интереснее, чем проекты от Netflix. Последний раз Емельяненко видели примерно две недели назад. Тогда он еле тянул ноги в аэропорту и, как стало известно, напустил лужу возле лифта, был пойман на горячем. Новость тут же стала хайповой, естественно. К примеру, на моем канале ролик про него улетел за 200 тысяч просмотров, и все были шокированы происходящим, хотя для меня все подобное было лишь закономерным итогом. Всех этих его алкомарафонов потребление алкоголя на регулярной основе необратимо ведет к деградации личности. И тут как раз именно такая картина и наблюдается. Так вот, после того инцидента в аэропорту Емеля снова куда-то пропал, хотя мы-то знаем. Естественно, он ушел в синее плавание. В сети также появилась информация о том, что Бухарь перед тем инцидентом в аэропорту выпил семь бутылок пива, коктейль и чай. И из-за этого, собственно, и сделал лужу. Сама информация не является на 100% достоверной, но в ее правдивость верится гораздо больше, чем в слова менеджера о том, что Александр, мол, был на лечении и ему капельницу поставили. Ему поставили капельницу как раз перед поездкой в аэропорт. А капельница является сильным мочегонным, причем не просто мочегонным, а прям конкретно, когда ты не можешь терпеть. Судя по словам мастера спорта по KFC, Емеля в этом всем вовсе не виноват. Виновата само лечение. Просто стыд и позор. Учитывая, сколько раз он врал до этого, в подобную чушь не верится совсем. И инфа из желтой прессы выглядит куда убедительнее. Да и к тому же мы видели его бухим на том видео. Плюс слова очевидцев это подтверждают. Но вот на днях появился еще один ролик с участием нашего сегодняшнего героя, на котором тот якобы демонстрирует нам начало подготовки к новому бою. Перед тем, как разобрать кадры из самого видео и проанализировать их, скажу, что ровно такая же ситуация была чуть больше года назад, за несколько месяцев до боя с Монсоном. Тогда тоже Бухова-Хмельнова показывали посты запоя. Видок у него был совершенно потрепанный. Это мягко говоря. И само видео было сделано по тому же принципу. Показать какие-то общеразвивающие упражнения, ну и показать немного ударов. Не спаррингов, а именно самих ударов. Ведь спарринги он уже давно нормально не тянет. Кстати, после этого видео он продолжил свой запой. Поэтому вероятность, что сейчас продолжит, она очень высока. Теперь давайте разберем и сам ролик. В очередной раз все намонтировано и показано лишь небольшое видео на 36 секунд. И как человек, который уже около 7 лет занимается монтажом, скажу, что благодаря этому элементу можно очень сильно исказить общую картину восприятия материала. То, что тут показано, могло сниматься в несколько дублей на протяжении нескольких часов, чтобы выдать вам хоть сколько приемлемую картинку. Но даже при таких раскладах совершенно ничего у них не получилось. Потому что состояние крайне печальное. Тут монтируй, не монтируй. Видно, что Бухарь и видно, что очень пропитый Бухарь обращает на себя внимание огромное количество лишнего веса. Для самого бойца это не будет проблемой какой-то скинуть вес. Он как раз таки это и демонстрировал за последнее время. Тем более, что он активно использует химию для своих трансформаций. Как-то на фитнес-канале подробно разберу эту тему. Кстати, если вдруг не подписаны, то буду рад видеть вас там. На том канале много полезных видео по теме здоровья, а также разбора, допинга, культуристов и бойцов. Так вот, вес-то он скинет. Это вообще без проблем. И более-менее сможет внешне нормально выглядеть через время. Но это лишь малая часть того, что необходимо сделать. Алкоголь очень сильно убивает нервную систему. И на восстановление могут уйти годы. Или же ситуация может быть еще хуже, чем мы думаем на самом деле. И он может вообще от такого всего не восстановиться. В прошлый раз он полгода не бухал и упал на 13 секунде от Дацика. И было видно, что проблемы именно с координацией. А потом еще был вывален по полу Светославом Коваленко, который легче на 30 килограмм. И сейчас, с кем бы не был его следующий бой, но надеяться, что там хотя бы 10% формы будет, это просто врать самому себе. Причем нагло врать. Тем более, что с каждым запоем навыки все хуже и хуже. И восстановление идет тяжелее. Да и по самим этим кадрам вполне понятно, что даже те навыки, которые были ранее у него, теперь окончательно пропиты. Удары крайне неуклюжие. И такое чувство, что он никогда боями вообще не занимался. А лишь иногда махался во дворе за чекушку. Еще раз. Это все намонтировано и вполне вероятно записано не с первого дубля. Какая ситуация на самом деле, вообще сложно представить. Координация и движение ногами тоже оставляет желать лучшего. Также вы можете видеть, как он пытается делать некоторые силовые упражнения. В жиме лежа вообще с трудом жмет детские веса. Там на штанге килограмм 20-30. А он работает не в полную амплитуду. Наверное, берет пример с Дон Дона, которому котелок мешает нормально отжиматься. Были и другие кадры, но они лишь подтверждают то, что я сказал выше. Форма ужасная. Ему лечиться надо, а не бои проводить. Теперь даже его преданные фанаты не верят в то, что с него будет толк. А еще год назад они регулярно атаковали меня в комментариях, что мол вот увидишь, да ЦК легко побьет. Вот собственно легко отправился спать на 13 секунде. Теперь многие пишут, что и у Джигурды есть шанс. Там кстати и Джиган недавно объявился и начал нелестно отзываться про Бухаря. Он мне звонил, Вася, говорит, одолжи 20 тысяч рублей. Ну, это так, между нами. Когда между нами. А, да? Я ему 20-ку, он мне кстати 20-ку торчит, Сань. Да ладно? Да, 20-ку торчит на пиво, блядь. Если бы не на пиво, не рассказывал бы. Ведь 20-ку верни. Вот. Ну и все, и он заблухал. Ну, он Бухарь. Он Бухарь. Все. Закончился Александр Емельяненко. А ведь еще 2 года назад, когда мусолили тему с боями, все были уверены, что даже в жестком запое Емеля легко положит его. Но теперь-то я бы поставил с уверенностью на Джигана. И даже тот со своими движениями беременного таракана легко отправить летать Хмельнова над гнездом Чекушки. И под конец видео Бухарь заявил, что подготовка к следующему бою начата. Сегодня 19 апреля. Мой организм угорает филот. Ждите. Скоро будет бой. Наверное, он имел в виду подготовку на кладбище. Тут с ним трудно поспорить. Но на самом деле, это видео мало что значит. Ведь все мы знаем, что алкоголик просто пить не бросит. Сегодня он может быть трезвым, а завтра обсыкать аэропорты. Тем более, он не проходил никакой реабилитации. А чтобы бросить пить в его случае, нужно долго работать с психотерапевтом. И параллельно лечиться в наркологии. А потом еще много месяцев закреплять результат. И не факт, что у него что-то получится. Даже в таком случае, шансы полностью завязать с алкашкой минимальны. Слишком большой стаж. Еще лет 10-15 назад уже было немало инцидентов, когда Бухой Емеля чудил. А также уже в то время было известно, что он большой любитель уйти в запой и бухнуть. Да и все, наверное, вы помните прошлое его интервью, где Бухарь рассказывал, что готов драться с Дациком. И даже с Бобом Сапом. Но спустя пару дней после этого интервью, Феникс пометил территорию в аэропорту. Хотя он на пару со своим менеджером пытались нас убедить в том интервью, что все нормально. И Сашка Полторашка на самом деле в крутой форме. Александр очень быстро, на самом деле, восстанавливается и очень быстро набирает форму. Тут вопрос какой-то конкретной подготовки. В принципе, через месяц-полтора он уже будет готов, я уверен. Если это нормальная форма, то я представляю, какая ненормальная. Наверное, нужно бы, чтобы его в катафалки привезли. Чтобы эти балаболы наконец-то сказали правду про его форму. Иначе, почему они постоянно пытаются вешать лапшу на уши другим? Возможным соперником Бухаря на ближайшее время может стать Кокляев или же Монсон. Было много инфы именно про последнего. Но лично я не вижу смысла в их бое. Они уже дрались два раза. И в последнем бою Бухарь, правда, его победил. Но это не была прям победа с явной доминацией. Просто пьяница смог одолеть старика, у которого куча травм накопилось за его карьеру. И то он выиграл по очкам, а не в результате нокаута. Ну и с Кокляевым я бы на бой все-таки посмотрел. Теперь у Хинкаля есть реальный шанс отправить Бухаря летать над гнездом Чикушки. Ну и Джигурда, конечно же, тоже бы его отправил спать. Но бой с Джигурдой, это был явный фейк, который распространял промоушен «Наше дело». И они говорят, что это вообще был прикол. Короче, боя с Джигурдой пока ожидать не следует. Хотя, все может быть. В очередной раз, все слишком предсказуемо. И Эмеля просчитывается на раз-два. Странно только, что он сам ничего не понял до сих пор. И, наверное, уже не успеет понять. А на этом пока все. Думаю, ты знаешь, что нужно ставить этому видео. И что нужно писать в комментариях. До новых встреч. У-у-у. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok